Во втором часу дня, 8 февраля Старого Стиля, 1906 года в Москве в зале Охотничьего клуба открылся первый Всероссийский съезд делегатов Союза 17 октября. Один из основателей партии, граф Гейден, сразу обозначил особые позиции движения. Я обращаю внимание съезда лишь на то, что нам необходимо резко ограничить себя от крайних правых и крайних левых партий. Мы одинаково не желаем ни революции, ни реакции. Мы стоим и будем стоять на почве манифеста 17 октября, то есть на почве конституционных начал, обеспечивающих населению свободу и политические и гражданские права и ограничивающих от насилия и произвола с какой бы то ни было стороны. 17 октября 1905 года император Николай II выпустил знаменитый манифест о даровании гражданских свобод всем своим подданным. Этот закон вызвал к жизни многие силы общества, появлялась Дума, Российский парламент. Партия людей, особенно вдохновленных манифестом, так и прозвала себя «Союз 17 октября» или «Октябристы». Эта партия будет играть ключевую роль в политике России в ближайшие десятилетия. И большей частью этого времени она будет главной опорой царского правительства в Думе. Октябристы не имели самой массовой фракции в парламенте, однако, благодаря своему центристскому положению, играли там ключевую роль. Это получило свое определение как «октябристский маятник». Ведь Дума по любому вопросу раздиралась между двумя противоположностями – левыми социалистами и правыми монархистами. Вот и получалось, что слово умеренных центристов определяло, кто возьмет верх в очередном споре. Граф Гейден – знаменитые политики Гучков и Родзянко. Бенуа – крупнейший архитектор. Плевака – известнейший русский адвокат. Целое созвездие русских бизнесменов. Фаберже, Ребушинский, Эммануил Нобель. Все они горячо выступали против революционного террора 1906-1907 годов, что было мужественным шагом. Революционный террор в то время буквально сковал страхом целые слои населения. Всякие из нас, молчаливо сочувствующие политическим убийством и громко их не осуждающие, соучастник террора и враг Отечества. Люди не могут еще думать, что ради каких-то целей могут отнимать жизнь. Нельзя этого, больше нельзя. Довольно крови и кровавых страниц. Эта тема была буквально постоянной в октябрийской печати. Союз 17 октября стал главным двигателем столыпинских реформ в Думе. Прежде всего, земельной и реформ образования. Не зря лидер партии Гучков говорил, что сошелся с этим великим премьер-министром империи Столыпиным на вере в силу крестьянства. Их связь была столь крепка, что однажды Гучков даже вызвал на дуэль человека, который был близок к дуэли со Столыпиным. Все для того, чтобы дуэль, а поединки были запрещены законом, не покончила с политической деятельностью премьер-министра. В итоге Гучков четыре месяца просидел в крепости. Причем император хотел помиловать храбреца, однако тот сам пошел под арест. Потому что закон октябристы ставили очень высоко. Парадоксален был конец партии октябристов. Он напрямую связан с гибелью империи. Убежденные монархисты, они сами из своих рядов и вывели людей, которые убедили государя Николая II отречься от престола. Все тот же Гучков, который всю жизнь идеал видел в конституционной монархии, был первым, кто убедил в таком шаге императора. Как так вышло, вопрос сложный. Однако потом падение самого Гучкова и октябристов под напором уже настоящих революционеров Николай II наблюдал безо всякого удовольствия.